Останки солдата обнаружили поисковики 52-го отдельного специализированного батальона. В начале осени раскопки проходили у озера Черное на территории Знаменского сельского совета. По остаткам формы и оружия специалисты определили, что погибший – боец Красной Армии. Вот только личность защитника Родины установить не удалось. К сожалению, не смогли установить мы ни воинское звание, ни фамилию, имя отчества этого воина. Поэтому изготовили табличку «Неизвестный», но ему будут отданы все воинские почести, как геройски погибшему в первые дни войны. Урну с прахом неизвестного солдата со всеми воинскими почестями перезахоронили в брятской могиле в ограгородке Знаменка. На церемонии присутствовали представители местных органов власти, общественных организаций, военнослужащие, школьники и местные жители. Работа по поиску погибших воинов на территории Брестского района в течение года проводится постоянно. Мы сами понимаем, что здесь были очень озесточенные бои и много погибших воинов, много неизвестных захоронений. И совместно с исполнительным комитетом районным, городским, военный комиссариат эту работу проводит постоянно. Во время гражданской церковной панихиды звучали слова о том, что очень важно нынешнему поколению помнить о героических поступках воинов и передавать правду о подвиге народа из поколения в поколение. Во все времена и руководители государств, и делегации иностранные, они возлагают венки к могиле неизвестного солдата. Потому что нет высшей, мне кажется, доблести воинской, чем отдать свою жизнь и при этом остаться неизвестным. Да, в большей мере это надо не им, кто отдал свою жизнь, а нашему подрастающему поколению, наследникам победы. Пока не будет похоронен последний солдат, война не закончится. А это значит, что поисковикам предстоит еще много работы, чтобы вернуть утраченные имена и судьбы.